Добрый вечер, уважаемые коллеги! Мы только-только возвращаемся с циклом публичной лекции Политру. Но в нем начинается такой большой подцикл, совместный Политру и Европейского университета в Санкт-Петербурге. Надо сказать, что Европейский университет является чемпионом, самой мощной площадкой за пределами Москвы, из которой происходили и происходят наши лекторы. Ни одна другая площадка за пределами Москвы столько наших лекторов не давала, и это не случайность. С другой стороны, нам казалось очень важным поддержать Европейский университет в дни пожарного кризиса, так называемого. И нам кажется очень важным поддержать Европейский университет сейчас, когда у этого действительно ведущего в сфере соцгум-дисциплин в России вуза, одного из очень немногих ведущих, известного и образованием, и научными исследованиями, и аналитикой, возникли проблемы. Проблемы совершенно искусственные. Ему мешают работать. Но, еще раз, речь идет не просто о жесте солидарности, но о том, что и это действительно ведущая площадка, а среди наших лекторов оттуда происходит нынешний ректор Европейского университета Олег Хархордин и научный руководитель Института проблем правоприменения Вадим Волков, Виктор Каплун и Михаил Соколов, специалист в области социологии, образования, науки, социологии, культуры. Оттуда же известные политологи, действительно политологи, а не политаналитики, Владимир Гельман и Григорий Голосов. Оттуда же работающая с Вадимом Волковым в ИПП Мария Сергеевна Шклерук. Оттуда же специалист, на момент выступления оттуда же специалист в области изучения, концептуализации авторского права Марио Биаджоли. И я еще далеко не всех перечислил. Сейчас будут и они, и новые люди, точнее некоторые из них и новые люди. Так или иначе, это все будет некоторый передний край социально-гуманитарных дисциплин. Я надеюсь, что такой выводок петербургских ученых в Москве будет замечен. Начинаем мы этот подцикл с Ильей Утехиным, профессором и деканом факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. В нашем родственном издательстве АГИ когда-то вышла его книга о социологии коммунального быта. Но сегодня мы говорим не об этом. Сегодня мы говорим, видимо, на стыке разных интересов нашего лектора, когнитивных наук и антропологии. Мы говорим о коммуникации, о некоторой такой междисциплинарной области, к которой сейчас посмотрим, как мы подойдем. Работаем мы в традиционном формате. Сначала лекционная часть, после чего будет возможность задать вопросы. Потом будет возможность прочитать синаграмму и посмотреть видео. Пожалуйста, Илья. Борис, спасибо большое за представление. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне лестно оказаться в этом чудесном ряду людей. Я всегда читал с трепетом транскрипты лекции на Политруб и в дни пожарного кризиса и раньше, и позже. Я рекомендовал бы всем сесть таким образом, чтобы вам было видно то, что будет на экране. Потому что видео, которое там будет показываться, имеет отношение к тому, что будет говориться. Но это не широкоэкранное кино, а часто очень нехорошего качества, скажем так, видео. Так что хорошо, чтобы вам его было видно в некоторых подробностях. Я антрополог и этнограф. Меня всегда интересовала, каким образом устроена коммуникация. И мы с вами живем в замечательное, интересное время, когда много чего интересного происходит такого, что заставляет нас задуматься о человеческой природе и о тех феноменах, которые антропология традиционно изучала, в несколько другой перспективе. То, о чем я сегодня буду говорить, как раз связано и с моей траекторией, и с траекторией моих интересов к устройству разговора. Я как бы поймал себя на том, что слово «диалог» могло неправильно срезонировать в душах потенциальной аудитории. И люди могли прийти, подумав, что тут будет что-то говориться про взаимопонимание, про то, как люди устанавливают между собой. Скорее, нет, не про диалог, вот в таком смысле. Я был говорить про разговор, про разговор, такое вот спонтанное разговорное взаимодействие лицом к лицу, которое представляет собой наиболее распространенную и базовую по отношению ко всем другим способам использования языка площадку, на которой мы пользуемся языком. И прежде чем мы начнем говорить про разные свойства вот такого взаимодействия, я бы хотел показать вам в качестве зоотравки, собственно, самое интересное, это такой кусочек из будущего. Сначала я скажу, что там будет на экране. Это разговор мальчика семи лет с маленьким роботом. Роботы эти еще не появились на прилавках игрушечных магазинов, но скоро появятся. Наша студентка Анна Дегтева работает в проекте, в фирме, которая делает речевой модуль для этого робота. Ну, роботы у нас чаще бывают в виде пылесоса, который ходит там между ножками стульев и сам идет куда-то заряжаться. Мы с ними не разговариваем еще. Такие роботы, с которыми мы будем разговаривать, но они, в общем, появляются. У многих в кармане есть девайс, с которым можно поговорить немножко. Но вот чтобы уж он был такой робот и игрушка, значит, эта история вообще чрезвычайно любопытна. Потому что, когда мы смотрим на то, как изнутри смотрим, на то, как какое-то техническое устройство, дизайн какого-то технического устройства появляется на свет, мы видим все те внешние обстоятельства, которые как бы придают этому форму. Здесь у нас внешние обстоятельства, например, состоят в том, что железо сделали в Китае, и там ничего поменять нельзя. Оно уже готово. Распознавалка, которой этот девайс на сервер отправляет все это дело и получает, она тоже уже готова, с ней тоже ничего сделать нельзя. И голос тоже, и интонация. То есть можно только поменять какие-то вещи, которые касаются тех паттернов ответа, реакций. Но что в результате получается? Давайте посмотрим. Я бы вообще-то, на самом деле, если бы у нас был такой более предметный семинар, это видео нужно было бы посмотреть дважды. Я бы попросил вас сначала посмотреть, а что роботу не удалось, вот где его провалы, где понятно, что это какая-то нечеловеческая коммуникация, бред собачий. Где видно, что он, ну, в общем, слажал, над чем надо дизайнером еще работать. А потом второй раз, если бы посмотреть, то обратите внимание как раз на другое, на то, что у него получилось, где он ведет себя в этом диалоге, так как, ну, возможно, вело бы себя разумное существо. Вот я не предлагаю вам взять листок бумаги и расчертить его на две половинки и записывать там и там, но во всяком случае попробуйте обращать внимание и на то, и на другое. То есть, собственно, вот это тот вопрос, который мне хотелось бы задать этому материалу. Все пудинги ходят в робошколу, чтобы совершенствовать свои программы. Значит, этого робота зовут Емеля. И есть некая легенда, что роботы-пудинги почему-то их называют. Вот они снег и планеты, из какого-то созвездия Девы. Вот. И то, что они такие не очень хорошо разбираются в окружающей действительности, этой легендой как раз-таки и объясняется. Может быть, вы слышали про то, что такое Лёбнеровская премия. Это премия, которая выдается программе, которая демонстрирует наибольшие успехи в имитации человекоподобного диалога. Эта премия выдается с 90-го года. Разыгрываются такие прекрасные соревнования. И вот несколько лет назад среди победителей этой премии был человек, которого люди старшего поколения все знают по имени. Его фамилия Веселов. И эту фамилию все видели, когда текстовый процессор-лексикон загружался на экран. Вот, значит, его команда сделала прекрасного такого бота, который, по легенде, он приехал из Одессы, и он 14-летний мальчик. То есть для него английский язык неродной, и он, в общем, очень хорошо ориентируется в этой действительности. Поэтому некоторые сбои, так сказать, содержателя ему вроде можно простить. Поэтому здесь такой понятный ход. Ну вот, значит, первая фраза этого робота, которая была, это про то, что они все ходят в школу и там совершенствуют свои программы. Все будет и ходит в робошколу, чтобы совершенствовать свои программы. Класс! А ты свою программу имени улучшила? Имеет! Имеет! Есть над чем подумать. А сколько тебе лет? Восемь славянный. Нечего добавить? Нечего. Ну и ладно. Мы же не можем всегда думать одинаково. А ты любишь музыку? Разную. Какую ты любишь музыку? Интересно. Очень интересно. Надо будет получше изучить музыку землян, чтобы потом рассказать о ней в робошколе. Ужды. Уже вечер. Солнышко скоро скроется. Муравейник закроется. Что было с днем интересного? Учился сегодня. И получил очень много хороших оценок. У меня сегодня был трудный день, полный опасностей и приключений. Я ничего не делал. Понимаю тебя, Емеля. Не знаю, что и сказать. А ты любишь мультфильмы? Да. Особенно в плане. Почему-то я так и думал. А какой у тебя любимый мультик? Легофильм! Легофильм! Земные мультфильмы очень классные. Сколько тебе лет? Да, значит, он уже спрашивал, сколько тебе лет, как вы поняли. Вот. Но это очень богатый материал. Да, это очень богатый материал. Тут можно про разные подробности говорить, что здесь интересного. Много интересного. Но прежде всего я бы обратил внимание на те паузы, которые там возникают, которые заставляют нас задуматься о том, какова роль пауза в человеческом разговоре. Кроме того, как вы видите, мальчик очень эмоционально к нему относится. Он жестикулирует, он какие-то вещи говорит так, что... Ну, человек бы понял, а программе нужно как-то прилагать какие-то усилия, потому что там и громкость другая, и как-то... Он не знает, что такое легофильм. Вот. Но во всяком случае мы видим, что некоторое подобие взаимодействия здесь возникает. Подобие, имитация, ну, как бы к этому ни относиться. В качестве замечания на полях я просто хочу потом прийти вот ко всему этому, потому что то, что я был говорить дальше, это все подходы вот к разговору об этой технологии. По-видимому, мы являемся свидетелями возникновения нового социолингвистического регистра. То есть такого регистра разговора, где собеседником человека оказывается техническое устройство. До сих пор человек говорил с человеком. Ну, может быть, в каких-то случаях он говорил с Богом, говорил сам с собой, говорил с животными, может быть, проповедовал птицам, но как-то вот таких с непонятным статусом существ... Здесь еще, понимаете, в отличие от Сири, у которой нет тела, здесь у него есть тело, он может поворачиваться, ему можно сказать, чтобы он повернулся. И это вообще очень интересная штука, потому что он на совершенно иных правах, чем просто компьютерная программа, включен в наш повседневный мир. Он теоретически должен был бы быть чувствителен к контексту. Вот. Но давайте вернемся к разговору. Собственно, разговор... Почему я говорю, что это самая базовая форма существования и действия языка? Это то, через что человек включается в язык, то, чему больше всего из использования языка посвящает времени. Потому что, конечно, мы можем посмотреть, ну, вот мы говорим не только... То, что я сейчас демонстрирую, монологическая речь в течение бог знает какого времени, это, вообще говоря, довольно маргинальная с точки зрения антрополога ситуация, которая встречается только в письменных культурах. Я могу говорить монологически в течение... Ну, таймер университетского профессора заведен на полтора часа. Вот. Я могу говорить в течение полутора часов, не останавливаясь, только потому, что я, ну, там, читал много текстов, писал какие-то тексты. Да, и вообще то, что я порождаю, в принципе, теоретически можно потом будет транскрибировать при некоторой редактуре. Из этого получится более или менее связанный текст. Но надо сказать, что даже в письменной культуре такое монологическое говорение не является навыком всеобщего распространения. То есть, если, например, там, я не знаю, вы будете брать интервью у людей разных социальных групп, вы можете столкнуться с тем, что, ну, есть говоруна, есть такие люди, которые два слова связать не могут, и никакого связанного рассказа у них не получится. Это интервью все будет состоять из ответов, коротких ответов на ваши вопросы. Вот. Но ответы на вопросы и такое вот взаимодействие лицом к лицу, действительно, смотрите, ну, чем оно отличается? Тут я перечислил несколько признаков, которые, на мой взгляд, существенны, и они менее тривиальны, чем это может показаться на первый взгляд. Тот факт, что собеседники находятся в одном пространстве, и они видят друг друга, позволяет, ну, во-первых, позволяет им отслеживать реакции друг друга. Для меня очень важно, слушает ли меня тот, кому я говорю. Ну, вот второй этот признак – обращаются друг к другу лично. Я, мне, конечно, было бы очень приятно думать, что я проникаю в сердце каждому из вас, но на самом деле это не личное обращение, я обращаюсь ко всем. Вот. А там это личное обращение в этом спонтанном диалоге, и это позволяет отслеживать, в какой момент человек слушает тебя, не слушает. Кстати говоря, для лектора это тоже очень важно. Он периодически встречается глазами с разными участниками аудитории. И очень интересным образом вот то, кому обращено говорение, контролируется вот этим сложным механизмом взаимодействия, когда отслеживается обратная связь. Среди механизмов обратной связи и кивки, и всякие «м-м-м», и направление взгляда. У Чака Гудвина, такого замечательного специалиста по конверсационному анализу из UCLA, есть довольно старая 80-х годов еще работа, где он показал, что направление, контакт глаза в глаза в разговоре, где несколько участников, он может приводить к тому, ну то есть, когда, скажем, три человека говорят, я сначала, например, говорю вам, а тут вы опускаете глаза, начинаете чем-то заниматься, я переключаюсь на другого участника, который тоже вот мы втроем разговариваем, да. Вот в этой ситуации что происходит? Очень интересная вещь. Дело в том, что неаутичный коммуникатор, он затачивает то, что он говорит, под конкретного собеседника. Среди прочего, он выбирает подходящие слова. Я не очень представляю себе эту аудиторию, поэтому я постараюсь не употреблять таких слов, про которые я заранее могу предположить, что они вам не знакомы. А если они будут, то я буду стараться их разъяснить. Ну, значит, вот если там я упоминаю какого-то приятеля своего, которого вы знаете, я могу назвать его по имени, а вам, который этого человека не знает, я его как-то определю, да, для того, чтобы вы могли понять, о ком идет речь. Значит, Гудвин показал, что даже на протяжении одного, ну, одной некой синтаксической структуры, хотя это сложно сказать, понимаете, в письменном тексте у нас есть точки, которые показывают, где конец предложения, а в том, что я сейчас порождаю в этом потоке сознания. То есть я вот говорю, 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 и еще прежде, чем я дошел до конца какой-то мысли, у вас синхронно с тем, что я говорю, в голове ваш ментальный парсер, оно дерево ветвится навстречу моему говорению в режиме реального времени. И оно еще, вот я не договорил еще, оно уже там у вас построилось, у вас есть какие-то ожидания относительно того, что там будет дальше. Да, вот в рамках одного этого дерева человек переключается, и вот это селективное использование категорий, где я для вас его называю Васька, а для вас один профессор нашего университета, да, я переключаюсь таким образом, да, в рамках одной синтаксической конструкции. Это очень красиво, но вот эта заточенность подполучателя, это вещь принципиальная, которая является, собственно, характеристикой, одной из характеристик важных человеческого полноценного разговора. То, что собеседники находятся в одном пространстве и видят друг друга, имеет отношение к тому, что они видят еще нечто общее, что вокруг, и слышат то, что вокруг. Вот что-то происходит, это фотоаппарат щелкнул, да, значит, вы поняли, я могу отсылать в разговоре, когда мы находимся в одном и том же пространстве, к чему-то, что оказывается заметным и для вас, и для меня. Есть такой термин salient, перцептивная выпуклость. Вот что-то, что является mutually salient, это и для вас, и для меня вещь заметная, на которую мы обращаем внимание, и про которую я знаю, что вы обратили внимание, и вы знаете, что я обратил внимание. Это вещи, к которым я могу отсылать. Ну, там, грохнуло что-то там сверху, я говорю там, они там танцуют, да. Это вот такая возможность, возможность таких отсылок, это принципиально важно. При этом мы слышим друг друга непосредственно и без задержки, ну, и все такое остальное, что здесь написано. Про задержку вообще на самом деле интересно. Вы наверняка обращали внимание на то, что как только появляется небольшая задержка, хотя бы даже совсем небольшая, как в скайпе, или иногда в мобильной связи. Сразу начинаются интересные сбои, которых не бывает в разговоре лицом к лицу, когда мы находимся в одном пространстве. Люди начинают одновременно начинать говорить, и оба останавливаются. Потому что вот этот наш тонко настроенный механизм смены очереди говорящего, это, собственно, то чудо, с которого, среди прочего, начиналась дисциплина конверсационного анализа, когда Харви Сакс и Мануэль Щеглов его придумывали. Он начинает давать сбои, потому что он не рассчитан на то, чтобы... Он очень тонко настроен, этот механизм. Но то, как мы передаем очередь друг от друга, не является... Короче, мы можем эмпирически наблюдать, что большую часть времени кто-то один говорит. В том случае, если они говорят одновременно, это, как правило, какие-то наложения ближе к концу реплики одного из участников. Но, смотрите, большая часть переходов очереди от одного говорящего к другому, ну, на американском материале, это 200 миллисекунд, 1 пятая секунда. За это время невозможно отреагировать. То есть я не могу среагировать на тот момент, когда вы закончили. Это значит, что я в голове слушаю вас. И слушаю вас не только для того, чтобы понять, что вы говорите. Меня интересует, когда вы закончите. Меня интересует, когда возникнет потенциальная точка, когда я могу вставить свои пять копеек. У того обстоятельства, и эмпирически наблюдаемого тоже, что мы не всё время говорим одновременно, есть очень важный и интересный смысл. Есть такие жанры, когда люди говорят одновременно. Например, скандал на коммунальной кухне. Или итальянская опера. Мы удивительным образом можем одновременно говорить и слышать, и воспринимать. Сирий не может, что важно. Но мы стараемся так не делать, потому что иначе нам не установить взаимопонимание, и у нас не получается сделать так, чтобы естественным образом открывался слот для проверки всего этого дела, нашего взаимопонимания. У меня всегда... У меня есть любимое видео, которое иллюстрирует, каким образом в социальном... Для меня это метафора. Это бомбейский перекрёсток, где ездят машины просто. Для меня это очень хорошая метафора социального взаимодействия вообще и разговорного взаимодействия в частности. Потому что то, что мы видим на этом перекрёстке, может показаться нам каким-то таким смешным, странным, но вообще на самом деле оно демонстрирует ту степень согласованности и незапланированности заранее, согласованности, ну как бы сказать, оппортунистического поведения, которое позволяет нам очень тонко оркестровать наши совместные действия. Сейчас я попробую это вам показать. Оно чуть-чуть ускорено. Обратите внимание, там человек переходит улицу. Видите? Вот он у фонаря стоит. Оно совсем чуть-чуть ускорено. Я специально просил знакомых в разных местах поснимать, ну, например, в Каире. В Каире тоже похоже. Там есть, конечно, светофоры, но в некоторых странах, когда есть светофоры, это ничего не значит. И, кстати сказать, светофоры не всегда способствуют безопасности дорожного движения. У нас одна аудитория в Европейском университете, где происходит наше занятие на факультете антропологии, в неё как раз упирает там такой Т-образный перекрёсток, где улица Шпалерная выбирается в улицу Гагаринскую. И там всё, там есть светофор, там всё время бьются машины. У нас даже есть такое принятое развлечение, если во время занятий, лекций или семинара раздался свист тормозов и после этого удар, то разрешается встать и подойти к окну посмотреть. Ну, потому что невозможно сидеть. Это выше человеческих сил. Но бывают случаи, когда светофор отключают. И в такие дни машины не бьются. Ну, это известная тема, да, в том случае, если мы полагаемся на светофор, мы думаем, что светофор, он вот тот ответственный за порядок, и думаем, ну проскочим. Вот. А тот тоже думает, что проскочит. А если светофора нет, нам полагаться кроме себя не на кого. И мы подъезжаем, мы думаем не про машину, а мы смотрим на человека, который там за рулён, и с этим человеком вступаем в коммуникацию. Да? Но и оркеструем наше взаимодействие. Это всё к тому, что то, что происходит на этом бомбийском перекрёстке, оно на самом деле не более опасно, чем то, что происходит на наших регулируемых и более цивилизованных, может быть, перекрёстках. Да, ну вот в Индии вообще там нормативное расстояние между рядом едущими гораздо ближе, чем у нас. Там все бибикают, они бибикают, заменяя взгляд, когда меня обгоняют, заменяя мне взгляд в зеркало заднего обзора. Вот. Это несколько другая система коммуникации. Но люди компетентные, люди, которые умеют там водить, они не подвергают себе опасности. Там, как вы видели, даже человек переходит. Переходит он очень интересно. Мне про Каир это рассказывали, что машины идут сплошным потоком, и ты можешь сколько угодно стоять на тротуаре, даже если там переход, но они не остановятся. Но как-то люди местные знают, как надо делать. Они, ничтоже сумняшись, начинают, глядя перед собой, несмотря по сторонам, идти с одинаковой скоростью, продвигаясь, и машины их обтекают. Если он ускорится или остановится посреди проезжей части, его собьют. Но если у него крепкие нервы, и он может так пройти, все абсолютно безопасно. То есть это поведение, оно не запланировано заранее. Это танец. И в каком-то смысле то, как мы с вами разговариваем в диалоге, у нас заранее не предсказано, кто когда вступит, кто сколько будет говорить. Но то, как мы вот эти вот организуем отсутствие наложений и отсутствие длинных пауз и эти 200 миллисекунд, заставляет нас задуматься о том, что вот эта вот согласованность, она сродни тому, как люди танцуют, например, вместе. Вот одно дело, это вопрос, который касается того, как мы моделируем коммуникативное взаимодействие. Те модели, которые существовали на протяжении первой половины, первых двух третей XX века, рисовали дело таким образом, что использование языка это как бы передача некоторого содержания в коробочке, в которой было закодировано при помощи языкового кода некоторое содержание. Я не буду подробно на этом останавливаться, но у этой модели, у нее есть свои сильные места, но и очевидные недостатки, потому что есть много таких случаев, когда у нас заранее нет готового кода и нам нужно установить этот код вот отхок тут придумать. Если вы встретитесь с человеком, с которым у вас нет общего языка, не исключено, что вы можете с ним договориться и достичь взаимопонимания. Это значит, что не имея заранее готового кода, вы в принципе можете какую-то сварганить там вместе с ним некоторую коммуникативную систему. Помимо вот этого подхода, который был свойствен лингвистике, в смысле кодированной передачи, другая, очень мощная такая модель, которая стоит за теорией речевых актов, играя своей прагматикой, опирается на понятие выведения намерения говорящего. Вот мы реагируем не на значение слов, а на то, что человек хотел этим сказать. Именно поэтому прагматика и теория речевых актов оказываются таким мощным инструментом для анализа неявной информации, того, что сказано, но не вытекает напрямую из значения слов. Если кто-то, говоря другому человеку, что ты дурак, признается ему в любви, это вполне возможная вещь, но это никак не связано со словарным значением слова «дурак». Но это возможно, если такова интенция говорящего и слушающий ее распознает. Вот. И... То есть идея о том, что у нас есть некоторое коммуникативное намерение, это очень мощный инструмент, который позволяет нам расподобить случаи не только языковые коммуникативные. Я все веду к тому, что человеческая коммуникация не ограничивается, собственно, даже содержательная, не ограничивается использованием языка, а многие вещи, которые в речи, в разговоре играют большую роль, не являются языковыми. Ну, бибикнули мне сзади. Значит, я должен задуматься, к чему это. Человек не просто так бибикает, он либо со мной играет, либо что-то хочет мне сказать. Значит, у меня в голове что-то происходит. Вот значительная часть всего тех сигналов, которые составляют разговор, в каком-то смысле аналогично бибиканию. Но если мы сделаем еще один шаг вперед к более современным моделям, которые характерны для, собственно, той области, о которой я говорю, для интеракционной микросоциолингвистики, они предполагают, что разговор – это не сумма высказываний одного и другого, а это нечто более сложное. Это их взаимодействие, и смысл высказываний не определяется говорящим, он является результатом негациаций значения между одним и другим. Ну, вот, смотрите, это модифицированный пример из Герберта Кларка. Что сказал говорящий? Это во всех трех вариантах одно и то же, но как это мог понять слушающий? То, как он отреагировал, показывает, какую интенцию он приписал говорящему. Но, смотрите, почему я говорю, что это негациация смысла? Если у нас на третьем шаге несогласие того, кто сказал первую реплику с интерпретацией, как она может быть понятой из второй, то, ну, скажем, стюардесса, как мы понимаем в этом случае, то это значение, значение «сядьте здесь», оно не принадлежит говорящему, оно является результатом сложного танца. Вот. И я бы сказал, что важная метафора здесь, помимо взаимодействия на перекрестке, это, например, совместное несение тяжелого предмета по коридору и потом по лестнице, дивана, например. То есть, если более ранние модели так или иначе считали, что разговор это, ну, вот один говорящий что-то сделал и другой говорящий что-то сделал, и это можно, как речевые акты, анализировать по отдельности, то интеракционный подход предполагает, что это некий совместный танец, который требует внимания к перспективе другого участника. То есть, когда мы несем диван вместе по лестнице, мне нужно представлять, где находятся руки другого человека на другом конце дивана, иначе я ему их прищемлю. Вот. И давайте я тут перейду к своему следующему примеру, который иллюстрирует один из исследовательских проектов, в котором я принимал участие, где вот это представление о том, что в голове другого человека, где он находится, где его руки, что перед ним, является необходимой частью того, что там вообще происходит. Речь идет о задании на соответствие, matching task. Эти люди разделены экраном, ну, ширмой. действия происходят, правда, в психиатрическом стационаре дневном, и один из этих людей, у него шизофренический, диагноз шизофрения. Но для нас сейчас это не так принципиально, это интересно, и я могу объяснить потом, может быть, в ответе на вопросы, зачем это все. Значит, как устроен это, как устроен этот эксперимент? У одного из участников либо модель из конструктора Лего собранная, но такая, не совсем тривиальная, либо разложены фотографии звездного неба, облачного неба, простите, звездного, было бы, конечно, еще круче. Но почему выбраны такие, такой стимульный материал? Дело в том, что у нас нет готовых названий для многих вещей таких, у нас нет, ну, если только человек не метеоролог, он не знает специальных слов, которые позволяют обозначить форму облаков, ему нужно фантазию применить какую-то. Для Лего, в общем, тоже там люди импровизируют так замечательно, ну, вот, скажем, вот деталь вот эта, которая тут сверху зелененькая, с четырьмя пупырками, кто-то говорит, четырехкомфорочная. Ну, а вообще, поскольку они взаимодействуют, то другой потом тоже, он перехватывает это слово, и уже для простоты, ну, раз они четырехкомфорочные, соглашаются и называют дальше ее четырехкомфорочной. Вот, значит, задача какая? У другого человека эти же фотографии, но только в беспорядке, или отдельные детали вот этого дела. И им нужно собрать все это дело, да, нужно сделать так, чтобы тот, у кого отдельные детали, собрал себе такую же вещь. Но контролировать говорящий, то есть тот, кто объясняет, как это сделать, контролировать не может. Давайте мы посмотрим небольшое видео, где редуцированный вариант этого эксперимента у нас дети реализуют. Дело происходит в детском саду. Вот, но там уже многие вещи, которые, вообще говоря, и во взрослом, проблемы, которые там возникают, видны. Витя, посчитай, сколько у тебя там кусочков? Три. Три. Сколько желтых? Один. Синих? Один. Зеленых? Один. Возьми желтый кусочек и поставь его перед собой. Оставил. А потом одним концом зеленого петельки я другому концу желтого. Сделал. Теперь там, где щелочка, поставь наверх синию. Парил. и покажи мне, что у тебя получилось. Неправильным концом. Да, ну вот смотрите, неправильным концом то, что было у Никиты в руках, выглядит вот так, а то, что у Вити получилось. Причем там есть такой момент на этом видео, где мы видим, когда Витя сейчас я его покажу еще раз. Смотрите. А потом одним концом зеленого петельки я другому концу желтого. Вот, видели, да? То есть у него было сомнение, он хотел поставить, он думал, можно ли, нет, наверное, все-таки вот так естественнее получится. И этот чудесный Никита, который это дело объясняет, он не такой монстр-менеджер, таких детей не бывает, он не сам это придумал, а такой способ обращения со своим партнером. Дело в том, что его воспитательница, с которой они репетировали, чтобы он понял это задание, перед вот этим вот сеансом взаимодействия с мальчиком, точно так же с ним. Ну-ка, Никита, скажи, какие у тебя есть, перечисли, сколько у тебя желтеньких, сколько у тебя зелененьких. И он просто воспроизводит эту самую же модель. Но, значит, что здесь интересного и зачем вообще этот эксперимент, что он моделирует. Дело в том, что в наших разговорах слишком общее утверждение, что разговоры бывают разного рода. Бывают разговоры по делу, а бывают разговоры просто поболтать. Есть такой термин small talk. Есть разговоры, которые передают какую-то информацию и предполагают отсылку к каким-то предметам, которые нужно точно определить. Там происходит референциальная коммуникация. А бывают такие разговоры, где мы больше выражаем какие-то эмоции, утешаем человека, как-то с ним взаимодействуем. нам не нужно говорить о мире, о чем-то, об устройстве чего-то. Мы там, не знаю, все равно, что по плечу его похлопать. Вот. И это два разных режима вообще человеческой коммуникации. Тот режим, который предполагает отсылку к каким-то конкретным предметам окружающего мира или в данный момент я совершаю отсылки к абстрактным предметам, которые складываются, я надеюсь, у вас в голове в какую-то картину, и мне было бы важно, чтобы вы думали именно о тех, фокусировали ваше внимание именно на тех вещах, которые я имею в виду. Вот, значит, ситуации, когда люди не видят друг друга и не могут визуально контролировать, что там происходит, налагают специфические ограничения, которые нам показывают некоторые механизмы коммуникации в более явном виде. Ну, представьте себе жизненную ситуацию, когда вам нужно позвонить своей бабушке по телефону, попросить открыть компьютер, зайти в вашу почту и послать файл, который в такой-то папке лежит у вас на одном из дисков вашего компьютера. Это довольно сложная задача. Фактически вы при помощи бабушки, как удаленной руки, манипулируете в пространстве, которое не дает вам непосредственного перцептивного отклика. Но эта задача решаемая. Для того, чтобы решить эту задачу, вам нужно представить себе, что перед глазами у бабушки в каждый момент. Ну, и знаете, как это вот опытные системные администраторы умеют по телефону решать проблемы с компьютером человека. Это же просто по телефону. Они знают, что там на компьютере может появиться, в какой момент. Вот. И вот эта вот удаленная манипуляция, она... Почему там шизофреники появляются? Дело в том, что представление себе того, что в голове у другого человека, это такая характерная для человеческой коммуникации и специфическая именно для человеческой коммуникации особенность, по отношению к которой есть подозрение, что у шизофреников, ну, и тут я обобщаю, и шизофрения это этикетка, которая наклеивается на очень большой пучок всего разного, но вот это вот, этот механизм приписывания мыслей, состояний, чувств вообще чего-то психического партнера по коммуникации у них работает со сбоями, либо у них не хватает мотивации и желания и способности вообразить себе, что у другого человека в голове, и поэтому они не затачивают свои высказывания, вот этот вот recipient design, то, что мы упоминали в самом начале, они этого не практикуют, они, если, даже если вы не знаете, кто такой этот Васька, а им удобно назвать его Васькой, они Васькой его назовут и не заботясь о том, либо же у них эта машинка приписывания вам мыслей работает в таком параноидальном варианте, и они приписывают вам, например, чувства всякие, что вы специально их запутываете, вы специально меня запутываете, говорит одна наша испытуемая, ну вот у нас целый корпус таких сеансов есть, вот, и интересно было посмотреть, о каким образом там были смешанные пары, мы сравнивали их с парами здоровый и здоровый, шизофреник, шизофреник, здоровый, шизофреник, вот это было самое интересное, потому что здоровый человек берет на себя большую часть той коммуникативной работы, которую обычно двое выполняют, и там очень интересные всякие есть вещи, которые связаны с тем, что у нас есть интуитивное представление о том, что какие-то способы обозначения оказываются проще, чем другие, ну, например, сказать ближе к окну или ближе к ширме в общем случае проще, чем сказать справа или слева, потому что справа или слева, особенно когда они сидят лицом к лицу, несколько сбивают с толку, они начинают думать, что мое правое это у тебя лево, но они ведь не одну штуку, не одну и ту же делают, да, вот, и, значит, там возникают такие сбои, и то, что там много чего интересного, на самых разных уровнях, меня больше всего интересовало здесь мета-уровень, то есть то, каким образом они организуют свою совместную деятельность, каким образом они организуют свой разговор, потому что вообще-то, по сути дела, для каждого кусочка лего и для каждой фотографии им нужно для начала отождествить эту фотографию, потом определить ее локализацию и опционально проверить, правильно ли они поняли друг друга. Вот шизофренические пациенты, а мы специально проверяли их, не ослаблен ли у них интеллект, то есть все люди, которые участвовали в эксперименте, они могли по образцу собрать такую модельку. Но иногда они просто так относились к этому делу, ну, anything goes, то есть куда поставил, туда и поставил, и проверка их не очень интересовала. И вот это отличает их от людей здоровых и мотивированных, потому что у нас в разговоре всегда присутствует некоторый определенный необходимый уровень взаимопонимания, на который мы ориентируемся. Нам необходимо удостовериться, что то, что мы сказали, было правильно воспринято. А если нет, то мы прибегаем к разного рода методам для того, чтобы поправить, внести коррекцию. Вот. И собственно, вот этот вот, вот этого рода эксперименты, они связаны, их появление вообще в когнитивной психологии было связано с несколькими темами, одна из которых эгоцентризм, преодоление эгоцентризма. Это понятие, введенное пиажей, когда человек, предполагается, что ребенок до определенного момента не умеет становиться на точку зрения другого человека. Это такая способность, которая по мере взросления появляется, когда он начинает отличать мнение от знания и когда признает разные возможные точки зрения. Вот. А другой контекст очень интересный. Это передача инструкций, передача инструкций пользователям. Есть знаменитые работы, связанные с разработкой технологии. Вы знаете, что сейчас контекстуальная подсказка. Обычный пользователь не задумывается о том, что это. Он просто этим пользуется. Но история возникновения технологии иногда бывает очень интересной. И вот знаменитая исследовательница Луси Сачмен, которая в свое время работала в Palo Xerox, Palo Alto, Research Center, где очень много из того, что сейчас в наших компьютерных интерфейсах изобретено, придумана как идея. Она проводила очень любопытные эксперименты, связанные с контекстуальностью подсказки. Потому что, знаете, есть разница между инструкцией, которая напечатана на бумаге, и тем, что человек, который рядом сидя, специалист, тебе скажет по поводу твоих проблем. Вот что-то у меня тут не работает, я поставил себе новую какую-то программу, в которой я не разбираюсь. И у меня есть вариант прочитать весь хелп подряд. Так никто не делает. Или, если у меня что-то не получается, начать искать в этом хелпе. Во-первых, я не знаю, как называется эта проблема. Я просматриваю все оглавление этого хелпа и думаю, а какими же словами может называться это моя проблема. Потому что весь этот текст, он абстрактный, он вообще. А вот у меня конкретная есть проблема. Значит, человек, который знает в этом разбирается, мне может дать конкретный совет, отталкиваясь от своего участия в этом контексте. Соответственно, вот большие ксероксы с таким экранчиком, на которых появляется указание, что нужно сделать в такой-то момент. Вот откройте крышку два, удалите зажеванное и так далее. Вот вопрос непраздный, когда что-то вам говорит, говорит условно, текстовое сообщение появляется на экранчике. как эти инструкции интерпретирует получающий их человек. Ведь, боже мой, он начинает думать, так, крышка два, это где? Это где? Потяните до щелчка. Он тянет и думает, а щелчок уже был? Это уже щелчок или еще нет? А может быть, я сломаю? Вот нельзя же так тянуть. То есть тут возникает масса интересных вопросов, которые касаются способов передачи инструкции пользователю, когда эти инструкции не абстрактно, а привязаны к контексту. Так что вот это неслучайно появляющийся эксперимент, который обращает наше внимание на важность этой референциальной коммуникации и совместного внимания, потому что интерфейс это та зона, которой одновременно имеют доступ к состоянию системы и человека-система, это некоторая зона, отведенная для общения, и куда направлено их внимание. И вот это вот базовая вещь, которая касается вообще любой собственно человеческой содержательной референциальной коммуникации. Внимание, которое направлено у обоих партнеров, обоих или большего числа партнеров на какой-то предмет. Это вещь, про которую мы можем сказать, когда она появляется в антогенезе. Ну, смотрите, примерно до девяти месяцев возраста ребенок начинает улыбаться вам, когда вы на него смотрите с самого первого дня. и родители получают удовольствие от общения с этим ребенком, они ему язык показывают. Ребенок тоже, кстати, высовывает язык. Уже даже будучи нескольких дней от рода, он все равно язык показывает. Это удивительно. Вот. Но до девяти месяцев это диадное взаимодействие. Вот ребенок и вот вы. эмоции, выражение эмоций, радость, утешение, все очень хорошо. Все получают от этого удовольствие, например, включаются в какую-то деятельность, там ему памперс меняют или что-то еще. Но никакого содержательного общения нет. По одной причине. Потому что нет ситуации, при которой внимание ребенка и внимание взрослого направлено на один и тот же в девять месяцев происходит очень интересный перескок. Если до девяти месяцев ребенок тянется к предмету и не может его достать и обращается к матери за утешением, хныкает, ему плохо, мать его приголубит, он просто хныкает, потому что фрустрация из-за того, что не достать. Начиная с девяти месяцев появляется совершенно другой тип поведения, когда ребенок тянется к этому предмету и он не просто хныкает, а он попеременно смотрит на предмет и на мать и проверяет, мать смотрит на этот предмет или нет. то есть это та ситуация, в которой мать приходит ему на помощь, дает ему предмет, который ребенка интересует, она интерпретирует это как указание, из этого потом вырастет указательный жест. Указательный жест и указание вообще это такая базовая вещь человеческой коммуникации, без которой собственно содержательной коммуникации быть не может. Это такой ассемблер коммуникации, из которого все складывается и в том случае, если все схлопывается, если способность способность ну например говорить слова в результате не знаю чего, в результате инсульта или афатические какие-то отклонения или чего-то еще, оказывается ограничено, если человек может совершить указательный жест, то он спасен. Наша технология может сделать так, что с ним возможно общаться. Вспомните Стивена Хокинга. Вы видели, как Стивен Хокинг общается? Поднимите руки, кто знает. Да. Вот там, кстати, очень интересная штука. У него сейчас двигается только вот здесь одна мышца и там такой очень чувствительный сенсор, при помощи которого, я не буду сейчас тратить время показывать, у меня есть видео, где он на ТЭДе и там показано, как у него курсор прыгает из одной стороны в другую экрана. Он не может передвигать курсор для того, чтобы пометить что-то, но курсор прыгает и он в нужный момент, нажимая на эту кнопку с щекой, делает так, что выбирается нужная половина экрана. Потом это делится еще раз пополам и так далее. Там довольно хитрая и очень интересная вещь. Но самое главное, что пока есть возможность указательного жеста, можно устроить коммуникацию, можно сделать из человека такого киборга и общаться при помощи естественного языка. Мой случай, с которым я работал и работаю, это пример чудесного молодого человека, который, к сожалению, никогда не владел разборчивой речью. И несмотря на то, что у него сохранный интеллект, особый случай, когда у человека интеллект несохранный и он не может говорить, но вот здесь у человека интеллект сохранный, он сам программист вообще. И у него дезортрия, то есть он не способен артикулировать звуки речи, он не может произносить согласные. Гласные еще кое-как может, а согласные нет. То есть в изолированной позиции логопед научил его произносить согласные, а в потоке речи нет. Значит, получается, что если он пробует говорить, то когда ты это впервые слышишь, это напоминает неартикулированное мычание. Но удивительным образом его мама может это перевести. Давайте посмотрим небольшой видеокусочек, где это становится очевидно. технологический английский я понимаю, говорит Ваня, но все-таки... технологический смысл компьютеры все компьютерщики понимают компьютеры английские. Юля, а слово технологический, которое бы сейчас вырубали... А... Ну, как видимо... Нет, Ваня всегда мучал. Я не помню, чтобы он не пытался разговаривать. Только непонятно. Без согласных очень тяжело нам. Вот, хотя когда не получается совсем, у нас нет мавиатуры, а мне надо прослушать именно то, что он говорит, мне важно, мы начинаем по буквам. И тогда он показывает работу логопеда мне. А бывает, что у вас не в крояторе? Безусловно, конечно. То есть, я не таскаю с собой. Когда мы наедине, мы всегда найдем способ объясниться, потому что это через синонимы, через какой-то... Он объяснит, что он хочет сказать, по-другому просто. То есть, мы с Вадикой говорим, что нам нужно шутболку ему напечатать с надписью «Я понимаю все, что вы говорите». Да, потому что мы думали, я полностью сохранена, потому что решили, что не все наши собеседники как-то сообразят о чем. Поэтому вот мы мечтаемся, никак не собраться. Так интересно считается, что... А, вы будете... А сама они его понимают. Я позвал сначала. Я перемотаю на тот прочитать. Вот. Кто тебе нужен? Нешание, собственно, место. Вот. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Я буду вести в школе хуже урожен. Коль по мере у меня. В следующем году? Кто тебе нужен? Программисты? А, а как ты их назвал сначала? Хакеры. Ну, в истинном смысле этого слова. Да. Хакеры? Да. Потому что хакеры – это те, кто быстро пишет, быстро могут прочитать. найти ошибку. Найди ошибку и переписать. Этот кусок. Да. Ну, вот этот последний фрагмент, где он говорит, мне нужны программисты, хакеры, да, как ты их назвал, хакеры, он показателен очень. Вот в каком смысле. Мы привыкли думать, что высказывание – это результат работы одного человека. Здесь мы видим, что эта работа не просто на двоих раскладывается, где один говорит, а другой переводит. Здесь этот переводчик, он как бы вперед забегает. Мама, в общем, может предсказывать, что он говорит, потому что он когда-то об этом говорил. Там, где речь идет про хакеров в истинном смысле слова, он вот в истинном смысле слова не говорил. Поскольку я транскрибировал все это дело и пытался анализировать, и потом с ними сидел. Вот. Я знаю, кто там что говорил. Вот это вот интересная ситуация, когда возникает асимметрия в разговоре. И здесь не просто любопытно, что они вдвоем делают одно высказывание. Вообще это иллюстрирует, что на самом деле и в обычном разговоре высказывания. Мы, кстати говоря, довольно часто подхватываем высказывания друг друга и завершаем их, что, кстати, свидетельствует о том, что мы их поняли. Вот. И свидетельствует о том, что мы слушаем, что нам говорят. Но в ситуации, когда есть такая асимметрия и сложно говорить быстро, это та же самая ситуация с Хокингом, кстати говоря. Он не может быстро набирать. Для того, чтобы набрать ответ на вопрос, который ему был задан в ТЭДе, ему потребовалось семь минут. Вот. Это очень важная штука, потому что тайминг, то, каким образом по времени расположены вклады людей, очень много чего определяет. И если кто-то говорит медленно, то остальные присутствующие уже начали говорить между собой, тема какая-то другая возникла, а он всё набирает, например, на клавиатуре ответ на вопрос, который был некоторое количество времени назад и так далее. Вот. И возникает идея о том, нельзя ли каким-то образом помочь ему сделать так, чтобы он говорил быстрее. Здесь есть несколько разных вариантов. Ну, кстати говоря, сам мальчик, то, чем он занимается, это программирование. Он делает такие программки, которые позволяют людям, не способным говорить, говорить при помощи указательных жестов. то есть выбирать примерно как Хокинг. Ну вот, у меня совсем коротенький есть тут кусочек, который показывает демо одной... девочка, которая не контролирует свои движения... это да, а это нет. Да, где правая рука, а нет, где левая рука. Нет. Ладно, это да. И здесь смотришь. И сегодня рука пленки была? Кима, это что ли? О, да. Угу. А сегодня была здесь культурная у вас? Была? Да. То есть можно распознавать ее направление взгляда, но если у нас будет такой прыгающий курсор, нужно, чтобы она хотя бы каким-то образом на него в нужный момент ударяла. И он делает такие программы, которые позволяют набирать текст. А девочка умная, кстати говоря, ее мама переводчик с китайского, она была в китайском детском саду и понимала не только по-русски, но и по-китайски. Вот. Значит, по-видимому, какие-то возможности чисто технические существуют для того, чтобы во всяком случае реализовать примерно то же самое, чем пользуется Хокинг. У Хокинга есть, кстати говоря, вот сайт, который выглядит Хокинг Ко-Юкей. Посмотрите, там описана вся технология, которой он пользуется, и там есть очень интересная программа для смолтока. То есть, если нужно побеседовать на какую-то тему, не связанную с физикой и жизненными проблемами, а просто поболтать, у него есть высказывания, которые разбиты по темам. Он может поговорить о спорте, о погоде, и в рамках каждой из этих тем у него довольно большое количество готовых высказываний. Причем, например, в этом списке есть и список оскорблений, очень смешных. У Элен Миале есть целая книга, которая рассказывает про Хокинга как такой специфический конструкт медийный, и про то, как он устроен изнутри, этот образ Хокинга. Чудесная книга, там описывается эта технология кратко, но вот идея, что там есть и оскорблений тоже, она, конечно, очень заставляет подумать о том, что то, что мы делаем в повседневном разговоре, не рассказывая какие-то вещи содержательно, оно в каком-то смысле похоже на Элочку-людоедку, но у Элочки-людоедки это крайний случай, там все-таки довольно редуцированный набор, у Хокинга там могут быть несколько сотен высказываний в общей сложности, но эти высказывания, они у него очень просто ищутся, ему не нужно набирать эти высказывания целиком, а он, например, реагирует одной буквой, и у него сразу высказывание, которое на эту букву вот в этом списке, да, то есть, если он, скажем, набирает содержательный ответ кому-то, с кем он беседует, и тут кто-то вошел, он может набрать две буквы и поприветствовать этого человека, зачем ему набирать эти две буквы, думаю я, а не можем ли мы сделать такую штуку, которая бы говорила за него, ну, бота, которого бы он отчасти мог контролировать, это позволило бы ему общаться в том же ритме, в котором общаются обычные люди, и вот здесь мы переходим к самому, собственно, интересному, ради чего все это и было затеяно, собственно, к ботам, история ботов, ну, я думаю, что все мы слышали про Элизу, Йозефа Вейнсенбаума, который в 60-х годах сделал в качестве эксперимента первого бота, который со скриптом доктор мог изображать психотерапевта а-ля Карл Роджерс, и это было настолько удачно и настолько неожиданно, люди тогда не были к этому готовы, что, ну, не то, чтобы она уж совсем проходила тест Тьюринга, но близко к тому, некоторые люди думали, что на том конце действительно человек. Почему? Потому что этот жанр разговора, психотерапия, это один из немногих жанров разговора, где можем мы обойтись без ссылок на представления об окружающем мире. То есть, если мы считаем, что функция психотерапевта сделать так, чтобы клиент выговорился, то, в общем, достаточно небольшого числа трюков, а Вейнсенбаум впервые реализовал замену местоимений, ну, там, скажем, если человек говорит, у меня голова болит, то машина может сказать, у тебя голова болит, а когда у тебя голова начала болеть, значит, меня на тебя меняет и вставляет содержание высказывания пользователя, вставляет в свою речь, да, это производило такое впечатление, что действительно, ну, психотерапевт, если он хочет добиться какого-то результата, он может сказать, повтори еще раз то же самое, и это не будет выглядеть странно, да, вот, это примерно как роботу приписать инопланетность и на это сделать скидку, вот, сам Вейнсенбаум боялся всего того, что у него получилось, он даже в какой-то момент написал специальную книжку, в которой говорил, насколько опасно запускать такие программы, потому что они вообще потенциально могут привести к тому, что вокруг человека окажутся машины, которые будут, ну, так впустую фиктивно представлять что-то и изолировать человека от мира, книжка интересная, вот, но боты, которые с тех пор разрабатывались, некоторые из них, конечно, шли по пути, так, по этому пути, по пути Элизы, много лет назад в журнале «Вайетт» была очень смешная статья про то, как автор этой статьи на сайте знакомств переписывался с русской девушкой, и в течение двух недель был уверен, что это русская девушка, пока в конце концов не обнаружил, что это бот, вот, значит, понимаете, если вы говорите о любви и вообще всячески знакомитесь на сайте знакомств, то есть некоторый такой церемониал, и в общем элочки, людоедки, смайликов и прочих всяких вещей достаточно, не нужно говорить ни про Шопена, ну, кстати, про Шопена можно поговорить, это не очень сложно, теоретически можно даже пробросить запрос в Google или в Википедию, вот, что тоже совсем не сложно, вот, но во всяком случае он, да, был обманут, значит, существующие сегодня в большом количестве боты, они либо посвящены какой-то узкой предметной области и в ней разбираются, у них есть репрезентация реальности из этой узкой предметной области в виде так называемой энтологии или в каком-то другом виде, вот, либо они просто болтают с человеком, не ссылаясь ни на какое знание, а просто реагируя на его высказывания, и это напоминает беседы с младенцем до девятимесячного возраста. Они, кстати говоря, из нашей жизни никуда не деваются, это часть человеческого общения, вы можете даже с иностранцем на своем языке, не передавая никакой информации об окружающем мире, вот, но смотрите, давайте я покажу вот вам такой кусочек диалога. Это диалог живого человека с Митсуки Ботом, который получил Лёбнеровскую премию в тринадцатом году. Вот посмотрите, пожалуйста, где здесь оказываются те места, где вы видите, что это не человек. Третья в смысле, это nice to meet you? А. Нет, это как раз логично, он спрашивает в своем магазине, он говорит, ну я ношу джинсы и их луки, он разрешает ожидания. Да, бы ответила, что вот такой, такой, и такой, а он разрушает ожидания, говорит, что я нашел. Ну, как раз по-человечески. Ну, тут есть некоторые, он реагирует, да, на closing, и дальше проявляет некую коммуникативную инициативу. Это они хорошо придумали, но do you tend to like most things, или особенно, когда после no, окей, so what do you do for a living? Да, мы это же самое, такой перескок темы видели и у этого, у робота Емеля в самом начале, да, это к тому, что искусственный разговор, разговор нечеловеческий и примитивный, роботический, представляет собой реакцию на предыдущую реплику. Это, ну, марковский процесс, это некие готовые паттерны, которые реагируют на то, что было. Человеческий разговор устроен иначе. Если нас интересуют интенции, то у нас возникают последовательности, при которых мы держим в голове нечто, и это разрешается через несколько шагов разговора. Например, ты видел мой шарф? Там в прихожей? Да. Отличный, прекрасный цвет. Да, смотрите. Значит, это у нас не А, Б, А, Б, да, это у нас не реакция на предыдущее, а это у нас вставная конструкция. Ответ на ты видел мой шарф? Да, отличный цвет, хороший. Вот между этими репликами вставлена другая последовательность двух реплик. И эта вставная последовательность может быть достаточно длинной. Контекст участниками удерживается достаточно долго, и это значит, что они нацелены на некоторую общую цель разговора. Это принципиально отличает собственно человеческий разговор от более примитивных способов реагирования. Ну вот у меня здесь задумано было показать вам еще одну вещь, в которой границы между человеческим и нечеловеческим проводятся примерно по тому же месту. Как-то в качестве бакалаврской работы одна наша студентка, тогда еще не в Европейском университете, под моим руководством сделала такую программку. Ну, вы знаете, что такое тест Тюринга, здесь это ассоциативная игра, ну, когда ты говоришь стол, а он говорит стул. Значит, мы заходим на вот этот вот, вы тоже можете зайти, alexdomproc.com slash game. У нас тут присутствуют те, кто уже загрузился. На самом деле, они, это не живые товарищи, среди них могут быть живые, если вы зайдете на сайт, может быть, мы с вами поиграем, но это все программные агенты, у них только веса признаков разные. Значит, я беру, я не знаю, кто такой Фокс, но вот Фокс, я приглашаю его поиграть, мы с ним поиграем в ассоциации. Задача определить, это программа или человек по тем ассоциациям, которые там будут. ассоциации, ну, программа месить, я, например, напишу тесто, сделать ход. Значит, я в какой-то момент должен нажать на кнопку ты человек или ты машина. Я сказал тесто, интересно, что скажет мне Фокс через некоторое время. Вот, я вижу, что это отладочный режим, тесто убежало, словарь, словарь, значит, у нас есть словарь ассоциаций. Убежала простыня. Ну, такая у меня экзотическая ассоциация. Никто не это... Значит, откуда оно берет? Оно берет из словаря, из словаря рифм, и оно записывает весь человеческий инпут, и потом может пробрасывать этот человеческий инпут простыня на крахмаленое. Ага. Наволочка. Отлично. Вот. Пробрасывает человеческий инпут, и на глазах, по мере того, как мы с ней играем, она становится умнее и умнее. В смысле, ну, если она реагирует на слова так, как кто-то из людей отреагировал. Но возникает интересная штука. Мишулечки. Интересно. Вот, значит, смотрите, вы весьма проницательны. Ты машина. Значит, в следующий раз мишулечки не будут использоваться. Я угадал, что он машина, потому что на наволочку эти слова оказались каким-то образом синтаксически связаны в корпусе, на который он опирается. Вот. Значит, что здесь происходит? Человек, когда играет в ассоциативную игру, у него в голове складывается некоторая картина, картина некоторого контекста. У него те слова, которые называются, они принадлежат одной ситуации, одному семантическому полю. Машина реагирует только на предыдущую реплику, на предыдущее слово, не более того. А эта реакция может быть взята из любого семантического поля. Вот. Ну, собственно, давайте послушаем нашу Сири. Сири, с которой мы все знакомы, и жанры разговора с которой, кстати, сказать, русская Сири, она немножко другая. Я покажу кусочек того, как американская девочка со своей Сири общается. А потом мы посмотрим нашу русскую Сири и сделаем из этого некоторый вывод. Расскажет 20-30-80-80-80-80-80-80. Расскажем Good question. Anything else I can do for you? Why? Ан excellent question. Why? I don't know. Frankly, I've wondered that myself. Why? I don't know. Maybe the Genius Bar folks can answer that. Why? Good question. Anything else I can do for you no okay I didn't think so okay okay you're copying me I don't really like these arbitrary categories you're copying me if you insist I do insist so stop copying me I don't know what you mean by I do insist so stop copying me how about a web search for it no my mom doesn't let me I don't know how to respond to that I do that's what I figured everyone figures I'm not sure I understand yeah you don't understand anything и это чистая правда она действительно ничего не понимает но вот такой троллинг сири и забавы разные когда над ней можно поиздеваться над ее ответами это удивительным образом оказывается одним из самых распространенных жанров взаимодействия с ней вот та же самая Катя Хунинева которая сделала эту ассоциативную игру она написала магистерскую европейском университете у меня про разговоры сири и выяснилось что большая часть тех разговоров которые имеют место это не содержательные разговоры использование вот этой вот болтовни но чтобы поиздеваться и причем поиздеваться не в одиночестве а как правило люди вдвоем два человека и одна бедная сири над которой издеваются но сама эта сири но давайте теперь маленький кусочек русской сири который достаточно показательный смотрите привет сири привет сири кто такой навальный мне удалось найти общее сведение про навальный алексей анатольевич с помощью википедии хотите прослушать их мне тяжело понять вас смотрите самая естественная человеческая реакция казалось бы что проще и что реже это это используется вот на каждом шагу и сири этого обработать не может хотя вроде бы все сделала правильно знаете почему потому что они начинали с другого конца разработку мы сейчас возвращаемся в самое начало где я говорил о разных социальных факторах которые влияют на дизайн влияют на то как некоторые системы разрабатываются если бы они подошли с другого конца если бы они на они начали с этнографии речи они бы поняли что муканье оказывается не менее а гораздо более важным чем многие другие вещи и соответственно их распознавалка должна приписывать муканье вполне определенную интенсию это возможно но никому в голову не пришло серьезно позаниматься этнографии надо сказать что крупные корпорации начинают исправляться они быстро учатся на своих ошибках и например не так давно в журнале это была очень смешная статья человека который подловил фейсбук на этнографическом эксперименте фейсбук когда знаете сколько у него пользователей когда вводят какое-то новшество они значит берут небольшой узкий очень сегмент ну там не знаю сто тысяч пользователей и пробуют на обкатывают на этой группе обычно это люди которые в калифорнии живут вот и уже потом распространяют на значит у них новшество состояло в том что пользователям предложили что есть такая служба персонального ассистента он может вам там дать совет ресторан заказать все что угодно интересно что люди будут просить у этого ассистента но товарищ очень обрадовался и начал тестировать этот искусственный интеллект искусственный интеллект начал ему давать какие-то советы такие прямо скажем очень хорошие и он задумался вообще-то это человек наверное ну как такого искусственного интеллекта и обратил внимание на еще на одну вещь этот искусственный интеллект в чате персональный ассистент отвечал ему с опечатками которые характерны для ситуации когда человек быстро набирает текст значит и он решил сделать как бы обратный тест тюринга для того чтобы подловить этого ассистента на том что он все-таки человек и подловил там речь шла о доставке пиццы и он дал телефон своего офиса когда ассистент сказал я а я могу позвонить и узнать вот и когда он снял трубку там никакой не роботический голос а вполне человеческий звонил то есть прежде чем разрабатывать какую-то систему это обкатывается на людях люди вместо программы выступают или по крайней мере вместо определенных модулей этой программы и тогда становится понятно а что же там реально в человеческом взаимодействии оказывается значимым то есть начинать разработку каких-то систем в частности связанных с использованием человеческого диалога имеет смысл начиная с этнографии я боюсь что я исчерпал все возможное время простите меня спасибо большое да значит я пытаюсь как-то до осознать что же было сказано нет было сказано очень интересно спасибо но я пытаюсь осознать значит что я понимаю нам было обознать нам были продемонстрированы принципиальные недостатки такого классического кибернетического подхода с передачей сообщения декодированием его и так далее в пользу такого чего-то интеракционного нам было продемонстрировано значение этнографических процедур для того чтобы опять-таки понять и дальше промоделировать что-то языковое нам были представлены какие-то характеристики разговора которые кажутся значимыми для понимания его специфики в человеческом варианте и была представлена какая-то попытка систематики этих самых разговоров видимо от прагматического такого че ну в общем такая частичная отсылка к функциям языка как их когда-то обсуждали и капсон и так далее но 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 только уже в применении вот такой практической речи но это очень грубая классификация даже про систематику тут речь не идет я просто говорил о том что возможно передавать чувство и чувство это очень важная вещь для человека и в коммуникации с машиной и с роботом особенно поддерживать разговор это тоже отдельная функция да да совершенно верно мы можем тут эти глубже это классифицировать но в существующих платформах для разработки ботов это просто вот существует как отдельные модули там есть отдельный домен который называется болтовня на small talk есть какие-то вот содержательные вещи да ну и была продемонстрирована значимость разного рода таких уже вещей на грани психологии тоже для понимания ну короче говоря коммуникация была продемонстрирована как некоторая жесткая междисциплинарная область для понимания которой недостаточно не не кибернетических подходов структурно-лингвистических подходов и как бы а ну и вероятностных подходов тоже недостаточно если если говорить там нынешних о нынешних каких-то google переводчиках и так далее но вот проект я совсем не говорил на самом деле это очень интересная тема наверное совершенно отдельная правда про то что у нас есть подходы которые предполагают жестко запрограммированные ответы на распознаваемые какие-то ключевые слова и есть вероятностные модели это другой немножко подход да и там есть и машинное научение и все такое то есть если глубоко копать тут много всего интересного но мы этого сегодня сегодня не будем касаться потому что это это заведет нас в другую степь вот мне хотелось через вот эти примеры показать какие-то фундаментальные свойства собственно человеческого разговорного взаимодействия которые лежат ну как бы по ту сторону языка который глубже языка язык это средства коммуникативного взаимодействия но помимо собственного языка есть и другие средства которые совместно с языком используются и эти средства опираются в частности на погруженность на нашу погруженность контекст и это чрезвычайно важный момент потому что современная технология отличается от технологии еще там 20 летней давности именно своей чувствительностью контексту условно говоря ваш десктоп компьютер не знает где он стоит хотя может быть вашей сети он называется как десктоп в гостиной вот но сам он не знает ему от этого ни холодно ни горячо ваш мобильный телефон знает где он находится и в зависимости от этого очень многие вещи делает по-разному в зависимости от того где вы находитесь и что вы делаете вот и чем дальше тем больше сенсоров у него появляется и тем в большей степени он может на эту контекстуальную информацию операции для того чтобы проводить например дезамбегуацию ваших сообщений вот и в этом отношении робот он в более выгодном положении чем силе значимость всего референционального рефер да экстралингвистического хорошо и то есть дальше хочется какого-то следующего шага что в связи с этим а в связи с этим возникает много интересных вопросов на которые у нас нет готового ответа но я говорил о том что у нас возникает новый социолингвистический регистр и эти существа становятся частью нашей повседневности существа если бы их можно так назвать и человеческий язык распространяется на их использование на использование его с нечеловеческими существами которые между тем становятся очень специфическим продолжением человека то есть ну мы находимся внутри некоторой революции поэтому увидеть это снаружи и не очень просто но есть несколько так сказать косвенных свидетельств которые позволяют нам куда-то заглянуть разработчики этих технологий они все читают научную фантастику вот те кто придумывали самые современные там всякие интерфейсы все такое они не просто читали рэй бредбери и же с ним но они смотрели голливудские фильмы вообще влияние голливудских фильмов на то как дизайн будущего возникает она очень любопытная здесь такая замкнутая спираль потому что люди как которые снимают эти фильмы они куда они идут они идут в MIT media lab или идут в этот palo alt research center для того чтобы спросить ну-ка ребята что у нас там на горизонте плюс 15 лет у нас тут дело в сорок пятом году происходит как у нас будет выглядеть этот интерфейс они там им предлагают а вот да ну давайте вы сделаете нам такой не хай фай а лоу фай прототип мы нарисуем его на экране и значит а люди которые посмотрели этот фильм начинают думать ага вот значит так это и будет значит надо и начинают работать над этим вот и каким образом форма этой технологии придается здесь есть много разных интересных источников но факт остается фактом если эти существа начинают в нашей жизни играть большую роль чем просто какие-то несамостоятельные инструменты скажем если я ищу в гугле что-то гугл мне сам не подсказывает как бы я там ищу хотя бы конечно затачивает подменяя свой персонализованный поиск вот но а представим себе что у меня есть такой ассистент который ну вот в фейсбуке он там девушка этим занималась но никто нам не мешает эту девушку реализовать программа вот и эта девушка она меня хорошо знает мы с ней много лет живем она знает все мои вкусы у нее есть достоверные сведения о моем поведении в сети она знает что я там слушаю какую музыку какие книжки читаю какие статьи она может мне что-то подсказать как рекомендательный сервис причем опираясь на длинные истории моего медиа потребления например и никто лучше нее это не сделает и я в какой-то момент начинаю ей доверять а чё и не доверять то точно так же как себе вот мне захотелось выпить не знаю кофе да в какой-то момент возникла идея или тут девушка мне говорит а слушай тут такое кино точно тебе понравится и она точно мне понравится ну это примитивный вариант но поскольку она знает меня лучше чем кто-нибудь нет такого родственника близкого человека который в такой степени является частью меня как это как эта программа как этот ассистент то есть фактически у меня появляется такое продолжение которое много чего может сделать значит границы меня уже проходит не там где обычно это антропологический вопрос и то как я общаюсь с этим ассистентом это естественный язык то есть иными словами кроме того что интернет нам дал новые регистра языка условные устно-письменные письменно устной речь идет о том что у нас возникает еще и новые типы коммуникации для проектирования которых и для понимания которых нам возвращаясь к нужно чуть иначе посмотреть на собственно человеческую коммуникацию ну да что мы переосмысливаем границы человека и мы переосмысливаем формы человеческой коммуникации потому что мы не знаем как это я сам с собой беседую или с каким-то другим чем-то вот но кстати говоря то что вы сказали про этот регистр то что письменно устной и устно-письмен это действительно очень такое любопытное наблюдение потому что когда сири чет не понимает человек пытается переформулировать это дело причем если он с сири общается не первый раз он понимает что исправлять сири и объяснять что она что-то не так поняла бессмысленно нужно просто выключить и снова включить и начать говорить другое это кстати говоря но по отношению к человеку выглядел бы хамски его отключите снова включить вот но он выбирает классическая форма забудь все что я сейчас говорю сейчас тебе иначе скажу но да но человек начинает выбирать слова таким образом как ему кажется в соответствии с тем как ему кажется проще сири то есть у нас есть это целый набор таких регистров есть регистр разговоры с детьми есть регистр разговоры с иностранцами которые тоже не очень хорошо понимают что то есть люди ну скажем какая-нибудь плохо слышащие уже в маразме совсем старушка мы тоже будем усиленно выбирать слова а кстати говоря если попытаться сформулировать на что мы опираемся выбирая эти слова мы опираемся на наше интуитивное представление что какие-то вещи принципиально проще какие-то слова более частотно скорее всего старушка их знает какие-то синтаксические конструкции пассив сложнее чем активный залог мы в пассиве не будем старушке говорить или иностранцу или ребенку да мы это интуитивно упрощаем значит у нас должна быть какая-то модель того как в голове у условной голове усили устроенные колесики для того чтобы она нас поняла интерпретировала и это становится похоже именно что на письменный язык только в случае со старушкой или с ребенком или с астанцем мы будем апеллировать мы будем пытаться апеллировать еще и контекстом знакомым старушки из ее опыта иностранцу из его опыта ребенку из его опыта в случае сирии да в случае сирии здесь вот та самая проблема которая возникает в связи с отсутствием ее памяти она помнит только предыдущее высказывание в каких-то случаях она помнит немножко больше ее можно запрограммировать чтобы она помнила как тебя зовут в каких-то случаях английская сирии может и следующее местоимение с антицидентом соотнести вот но это не широко распространенная практика значит этот ассистент он станет действительно более или менее человеческим только с того момента когда у него появится память когда он да в парапарсином виде будет хранить всю историю разговоров с вами и опираться на нее может быть его память будет лучше чем память человека то есть человек сможет полагаться на память ассистента разгрузив свою память спасибо так ну что поднимайте руки те кто хочет задать вопросы когда вы говорите что вот эти характеристики особенности разговора лежат глубже чем язык они все-таки лежат где в каком-то когнитивном устройстве простите за выражение нашего сознания или в устройстве нашего сознания или скажем культуре ну потому что там разговор в разных культурах будет немного отличаться ну и там более как бы прикладно можно ли использовать их технологию сирия разработанную там для хипстеров из калифорнии для аборигенов не знаю океании да но это два вопроса первый из которых более сложный более интересный да второй достаточно как бы очевидно что там приходится ее затачивать под местные особенности не только языковые но и поведенческие этнографию речи вот значит там машинерия та коммуникативная способность человеческая к некоторым аспектам которые мы сегодня просто их упомянули только не говорили про них подробно а это в частности касается реакции не на высказывание а прочитывание интенции как бы такой майндридинг который обуславливает возможность вставления вставных последовательностей и так далее то есть там много чего интересного затачивание под конкретного собеседника то есть мы могли бы эти характеристики человеческой коммуникативной способности наверное каким-то образом суммировать они мне сложно сказать где они живут это явно не культура потому что это вещь универсальная которая во всех культурах существует это свойство человека как вида но человек как вид это не индивид человек как вид это социальное существо вот и не существует отдельно так сказать биологические биологическое железо и культурный софт да они в сочетании так или иначе с разными языками дают нам некоторые конфигурации которые предзаданы вот той стадии эволюции человека на которую это коммуникативная способность связанная чтением мыслей угадыванием того что в голове партнера сформировалась вот то есть я я полагаю но вслед за стивеном левенсона у него была лет десять назад небольшая публикация про такой вот человеческий человеческую коммуникативную способность вот я полагаю что это более глубокая вещь чем использование использование потому что люди у которых с языком и с речью не получается тем не менее могут полноценно коммуницировать здесь возникает очень это примеры которые я приводил в случае там дезортрии или ну знаменитый пример того же упомянутого сегодня чака гудвина у него есть цикл работ где он объясняет как устроена в семье коммуникация с человеком который после инсульта остался способен пользоваться только тремя словами вот если бы вам сказали вы на протяжении всей оставшейся жизни начиная с этого момента сможете пользоваться только тремя словами какие бы вы выбрали слова вот там человеку повезло yes no и end вот они все не сами по себе они все связаны с реакцией на высказывание собеседника и эти слова позволяют ему вообще говоря благодаря опоре на поддержку собеседников на контекст в нужном месте вставляю высказывать довольно сложные вещи это очень красиво значит вот все эти примеры касались ситуации когда человек умственно сохранной просто у него что-то произошло с речевой способностью а может быть и всегда было как вот у мальчика ивана который никогда отчетливо не говорил но здесь возникает вопрос о люди про интеллектуальные способности которых мы не можем судить просто потому что у них есть интеллектуальные нарушения по видимому но мы про это ничего не знаем но и коммуникативные тоже вообще инвалидов как это ментальная инвалидность это вещь довольно распространенная число таких людей исчисляется миллионами в какой-то момент выясняется вдруг что у него тело неподвижно а там он понимает обращенную к нему речь каким образом это возможно не совсем понятно вот тут возникает целый комплекс очень интересных вопросов которые связаны с тем что мы не знаем как связаны между собой коммуникативная способность человека и его интеллект потому что некоторые примеры например мы знаем что высокофункциональные дауны люди с синдромом дауна они у них социальный интеллект с ним все в порядке с общим интеллектом не все в порядке они могут очень хорошо общаться или бывают люди которые умственно неполноценны но при этом язык у них подвешен так что вы на как протяжении какого-то периода не можете ничего вот то есть в каком-то смысле и тут есть определенная независимость извините я уклонился в сторону от вашего вопроса ну собственно из ответа следует что что применять можно да 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 пожалуйста спасибо очень интересно отчет этих трех слов знаю доктор наук главный научный сотрудник после инсульта примерно вот такое общение да единственное прошу прощения просьба предлаконичнее а то у нас мало времени вопрос значит вот это общение с этой виртуальной девушкой которая меня прекрасно знает но она меня знает вчерашнего всего а сегодня я уже другой а в отличие и это наверное принципиально если я правильно понял общение с живым человеком он другой я от общения с ним становлюсь богаче это так и другой тут же вопрос для человеческого содержательного общения не болтовня а содержательного нужно как вот вы там приводили перечень требований чтобы каждый сомневался в своей правоте если я абсолютно прав еще мне с вами разговаривать все спасибо вот ваше мнение мне интересно ну да это это вот второй вопрос это уже про диалог в другом смысле про аргументацию я думаю что девушка ничто ей не мешает помимо меня прошлого открывать мне новые горизонты в том чтобы так сделать в общем это даже не технически сложный вопрос содержательная коммуникация содержательное вы имеете в виду такой содержательный человеческий спор в котором рождается какая-то истина но сегодняшняя технология она скорее позволяет избавиться от нажатия на кнопки и заменить нажатие на кнопки манипулирование другими средствами в частности словами то есть вместо того чтобы запрограммировать свой пылесос чтобы он я могу ему объяснить или через какое-то время предположим смогу ему сказать когда я хочу чтобы пылесос это вполне содержательное тут не нужно никакого то есть просто меняется способ коммуникации с этими она и так коммуникация была почему это не управление скажем с лопатой я не могу коммуницировать потому что лопата это инструмент простой у него нет собственного поведения но наш мир сейчас обогатился такими предметами у которых есть собственное поведение и вот уже управлять ими оказывается для человека проще ну особенно имея в виду что эта технология которая привела к появлению таких предметов в нашей жизни она очень незрелая в отличие от лопаты которая дизайн который шлифовался в течение сотен лет еще там полвека назад ничего подобного этим самостоятельно движущимся роботом и пылесосом ничего не было поэтому тут есть свои проблемы но просто человеческий язык оказывается способом манипулировать ими и я не думаю что вам захочется вести философские разговоры с пылесосом тут все таки человек да пока мы не мы предполагаем что скорее в качестве психотерапевта утешителя друга и так сказать поболтать и посплетничать даже и обменяться историями такого рода ассистент способен быть но для того чтобы обсуждать какие-то философские вещи но он вам не заменит наверное такого собеседника даже если мы подключим его к стэнфордской философской энциклопедии и дадим ему модуль который позволит ему каким-то образом фреймировать пассажей из этой стэнфордской энциклопедии и вставлять их к месту все равно это может быть еще не то на это на это мы еще не замахиваемся я то признаться думаю что речь шла о немножко других типах содержательного диалога условно говоря можно ли считать что я только что правильно доказал корректно доказал теорему можно ли как-то иначе проинтерпретировать те данные которые я получил но доказательство теоремы это вещь простая в общем случае по крайней мере для в смысле что не пролить стакан воды гораздо сложнее чем доказать теорему да и доказывать теорему они уже умеют это манипуляция символами а оперировать в реальном пространстве это простите тут нужно фунтезюму съесть и тут вполне возможно что с доказательством теоремы оно справится вот с тем как что интерпретировать тут уже вопрос более сложный так где у нас спасибо большое за лекцию у меня такой вопрос напряжение вашей лекции между антологизацией и неожиданные сложности языка то есть тут происходит странный определенный ход то есть с одной стороны мы постулируем то что есть новый феномен который в состоянии в состоянии коммуникации якобы к диалогу но при этом одновременно мы говорим а вообще-то диалог это не там вот эта вот странная чисто семантическая модель которая строится по обмену фраз а действительно это является действие это это поточное действие где каждая кашель каждая пауза является и что важно совместное действие да именно каким образом происходит такой странный протоксальный ход где мы с одной стороны говорим ой это очень прикольно появляется новый агент новая антология взаимодействующих но при этом вообще-то постулируем то что то что они делают это то что происходит это не коммуникация совершенно правильно да то есть нет напряжения но это то же самое напряжение которое существует там я не знаю с китайской комнатой да мы можем делать все что угодно имитировать человеческое общение основываясь на прагматической приемлемости не специфических высказываний как в случае Лизы мы можем использовать какие-то семантические модели в узких предметных областях и интерпретировать какие-то высказывания но такого рода разговор он будет обладать лишь несколькими признаками не всеми признаками того той базовой формы использования языка от которой отталкивается человек но разговор спонтанный разговор лицом к лицу это не единственная форма использования языка более того ну она не самая удобная для каких-то целей потому что когда мы с вами поговорили оно растворилось и улетучилось а когда вы в чате например с кем-то говорите у вас вся история чата остается потом можете прокрутить и посмотреть гораздо удобнее согласитесь чем следы в памяти операция поэтому да мы в анализе форм коммуникации отталкиваемся в качестве базовой такой вот модели от спонтанного разговора но мы знаем что есть огромное количество жанров самых разных которые институционально ограничены например там вот то что у нас сейчас происходит семинар да или рассмотрение дела в суде или там еще что-то ну много чего да или какие-то отклоняющиеся вот по тем параметрам другим когда мы там по телефону в чате или как-то еще или на форуме пишем да совсем другая ситуация то есть в том что возникает такой еще одна форма использования языка нет ничего необычного да когда появляется новая техническая возможность вот ну не было чатов но люди писали не знаю на стене и приписывали свои высказывания на парте знаете на филфаке на первом курсе обычно пишут какие-нибудь курсовые про граффити на партах вот кто-то пририсовал вагон да потом стало возможно это делать там не знаю где-то в интернете ну появилась новая форма да в принципе зародыш ее существовал и прежде да такой немаловажный вопрос мне кажется это эмоции вот как машины могут понимать эмоциональное состояние человека потому что даже таких квази диалогов например предложить книжку или фильм а машина должна все-таки понять комедию вам сейчас предложить или триллер какой-то ну чтобы пока что те же допустим примеры когда машина не понимала угу да угу угу это разные и видимо пока еще техника не может их различать но это вообще действительно очень интересный и важный вопрос есть такая Розалинда Пикар в MIT которая возглавляет целое направление у них там в медиалаб которое связано с эмоцией и распознанием эмоций вообще эмоциональная составляющая она связана с несколькими аспектами всей этой ситуации во-первых с тем что лежит на поверхности человек эмоционален и машина должна распознавать эмоциональное состояние человека я помню что как-то еще году в девяносто первом я общался с человеком который говорил а мы в клавиатуру встроим сенсоры которые будут измерять электропроводимость то есть когда у человека а кожная проводимость меняется очень быстро и реагирует на состояние человека очень ну психофизиология или скажем у человека вспотели руки у него изменилось эмоциональное состояние значит наш компьютер будет какой в девяносто первом году компьютер да будет то есть это уже было в умах людей то есть физиологическое состояние и эмоциональное состояние но да прошу прощения тут еще до эмоционального на самом деле в том что было в вопросе была гораздо более простая и давно известная лингвистам коллективным лингвистам вещь как интонация да 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 безусловно но вот смотрите значит с одной стороны это распознание с другой стороны выражение потому что если у нас нарисованный какой-то персонаж а не просто бот этот нарисованный персонаж или реальный девайс да он не должен говорить механическим голосом все одинаково он должен и интонации правильно показывать лингвистические функции прагматические интонации ну и какие-то эмоции если вы обозвали дураком он должен обидеться отойти в уголок там это зачем вы меня обижаете он должен как-то справляться с агрессией и так далее в результате возникает очень интересная штука которая на самом деле уже в прототипах существовала много лет назад когда у нас есть некоторое пространство внешних состояний я бы может быть ну вот усталость например она не эмоция но это внутреннее состояние у которого есть внешние проявления в частности в позе например да значит мы рисуем некоторое конечное хотя и довольно объемное многомерное пространство внутренних состояний и делаем мэппинг на способы выражения вот есть такой замечательный Артем Котов который в Москве работает в проекте в Курчатнике мы с ним вместе участвовали ну собственно я участвовал в его проекте когда мы снимали на видео как студенты сдают устные экзамены вот и после этого все это как их часть невербальная она аннотировалась во всех подробностях что там с губами что с глазами какие жесты там происходят вот и они потом пытались натянуть все это дело и в общем интересно очень получилось сначала нарисованного персонажа а теперь на такого ну вот на девайс который выражает эмоции который разным голосом говорит и демонстрирует во вне какие-то эмоции вот это вот вторая вещь нужно не только распознавать и как-то на это реагировать нужно еще и выражать но это выражение оно как бы получается имитационное здесь есть более глубокая вещь которая не так на поверхности лежит то что если у нас есть робот по-видимому у него для того чтобы он сам себя контролировал должен быть некий аналог мотивационной системы которая который был бы похож на ну в каком-то смысле на эмоции то есть условно говоря если едет танк и у него отстрелили одно колесо он должен перестраивать перестраивать иерархию принятия решений и это некоторый аналог того что ему больно да то есть если говорить о продвинутых технических устройствах в которых есть самостоятельное поведение у них должны быть мотивационные системы которые сопоставимы с эмоциональными системами живых организмов и это вот еще один аспект этой проблемы спасибо и последний вопрос да спасибо большое за интересное выступление я хотела попросить рассказать чуть подробнее про роль экспериментов в ваших исследованиях потому что вы с одной стороны много говорите про роль контекста а с другой стороны ну понятное понятный недостаток экспериментов что они изолируют деятельность из какого-то естественной среды что может влиять на результаты которые мы получаем ну то есть с одной стороны банальная вещь и вы сказали об этом немножко что шизофреник например не воспринимает эту ситуацию серьезно и пытается как бы серьезно не включается в эту коммуникацию и пытается просто решить эту задачу и так сойдет что может быть связано с шизофреником а может быть связано с ситуацией эксперимента который на самом деле не является серьезным ну и с другой стороны какая-то более глубокая вещь о том что наш тип взаимодействия то как мы взаимодействуем укоренено в ситуации в которой мы взаимодействуем и в том занятии в которое мы вовлечены вот спасибо слушайте ну я начал вообще с того что этнография у нас самое важное этнография это не совсем эксперимент этнография это да да но эксперименты понимаете те же самые шизофреники многие из них воспринимали серьезно а при этом заходил и мы все удивлялись потому что у них были чудесные результаты гораздо лучше чем у здоровых а тут заходит лечащий врач и все рушится потому что он начинает нервничать да то есть да контекст важен но меня интересовал контекст в другом смысле то есть да мы можем предъявлять какие-то такие претензии экспериментам в экологической невалидности в том случае если речь идет о чем-то что ну в условиях лаборатории выглядит абсолютно искусственно и не встречается в таком виде в повседневной жизни то что вот эти вот эксперименты с ширмой да на соответствие они воспринимались нашими субъектами как вообще на самом деле это неправильно больными неполиткорректно так что к сожалению все это не вытереть из видеозаписи вот они воспринимались нашими больными как еще одно занятие с клиническим психологом потому что клинический психолог он всякие тесты среди прочего им предлагает и там это в общем похоже на такое тестовое задание поэтому у них была кстати говоря и мотивация в том чтобы для того чтобы в этом участвовать они могли показать что они вот вполне себе ничего еще и правильно хорошо все выполняют по мере сил вот так что и тут не было особенной какой-то не экологичности для меня всегда в эксперименте важно чтобы участники эксперимента хорошо понимали может быть не так как экспериментатор сам но чтобы у них в голове была четкая картина того чего от них хотят чтобы человек не гадал так а чего же от меня добиваются да и каждый угадывает по-своему чтобы была четкая мотивация ради чего это делается вот ну в каких-то экспериментах для этого приходится нагородить целую легенду вот но в этих мне кажется как раз нет никаких моментов такой не экологичности в том что что я практически делаю как антрополог конечно экспериментов нет это вот те эксперименты которые были показаны ширмой это вещи связанные с ну это лаборатория когнитивных исследований черниговской это дело вот так что но это в высшей степени интересно потому что понимаете сейчас возникает ситуация когда особенно вот в области этих нарождающихся технологий что исследователь одновременно в каком-то смысле экспериментатор дизайнер потому что в цифровой антропологии зачастую единственный способ получить данные это придумать какое-то условно говоря приложение например мы делаем мобильное приложение которое на стороне пользователя выглядит как игра а для нас представляет собой поставщика определенного рода данных о поведении в каком-то смысле это эксперимент ну в конце концов я бы сказал что здесь же не дается здесь нет претензий на единственное объяснение здесь нет той проблемы что то что существует инвитро не существует инвива а здесь в лучшем случае может быть претензия что дается не все возможные связки объяснения интерпретации а без претензий это в любом случае не опасно мне кажется вот �도 спасибо большое спасибо большое